Всем привет! Это канал Миллион Абдулла. Сегодня опять-таки рубрика «Приветы» и программа передач на следующую неделю. Специально для одного из подписчиков скажу медленно. Его раздражает, что я говорю быстро «Миллион Абдулла». Так вот, с короговоркой. Показывает канал «Миллион Абдулла». Чтобы было понятно. Итак, в понедельник будет бросочек ножа «Маятник». Очень интересный бросок. Круто. Вторник. Дальномер. Это для охоты приборчик, измеряющий расстояние до объекта. Это дальномер. Среда. Нож австрийский. Показывает Дмитрий Дрожалкин. Мало того, что он показывает сам нож, он еще показывает некоторые приемы. Четверг. Черное мачете. Это Александр Герцен показывает свою большую... Ну, как это... Тесак. Пятница. Ну, такой ролик про смысл жизни. Там, с женой сидели, что-то там я... Начали рассуждать. Но как-то далеко не стали уходить в философию. Так, коснулись этого вопроса вскользь. Как раз будет хорошо для того, чтобы ставить комментарии. И будет почва для того, чтобы снять еще один ролик про смысл жизни. Это интересная тема. Ну, ты порешили. Смысл есть. Можно жить. Ура! Привет. Понеслась. Дорогой Мирион Абдулла. Это пишет Манакеша. Передайте привет вашему двойнику Павлу Васильевичу из лесного городка. Из лесного городка Павла Васильевича привет. Мирион Абдуллы. Мой двойник, наверное, у него тоже такая же борода, как у меня. Абдулла, а если у вас дети и внуки, передай привет Александру Головину, Семену Маковкину и Артему Карасеву. Александру Головину, привет. Семену Маковкину, привет. Артему Карасеву, привет. Ребенок у меня есть сыночек. Ему уже 17 лет. Большой, уже больше меня ростом. Он стесняется со мной сниматься. Так что он за кадром иногда присутствует в качестве оператора. Иногда что-то даже говорит. Вообще, в кадр, на такой канал, как мой, не каждый осмелится и влезать, потому что тут, так сказать, юмор и так далее, и так далее. Народ-то в основном у нас скромный. Поэтому не каждому удается уговорить. Но вот некоторые, кому удается, очень они хорошо вписываются. А насчет внуков, внуков могу сказать, ну, пока нету родных. Такие вот двоюродные, троюродные, эти уже, наверное, есть, я уже даже и не знаю, потому что там родня огромная. У меня. Саймон Фроз. Привет, миллионов дула. Я давно смотрю твои видеоролики, а мне очень нравится. Передай привет Владимиру из города Волгодонск. Владимиру из города Волгодонск. Привет. Волгодонск. Волгодонск. Я там, не знаю, был или нет. Может быть, это другой город, похожий. Там, где молодогвардейцы. Вот я там был. В Ростове-на-Дону. Ездили мы туда, где эти молодогвардейцы были. Вот это я помню точно. Но вот как город назывался, Волгодонск или нет, это я уже забыл. Молодогвардейского не вспомнить уже. Волгодонск. Нет, уже не вспомнить. Ну ладно. Молодая гвардия, помню. Что это я за самое... Может, к этому не относится это вспоминание. Ну ладно. Алексей Тоборовец. Кировоград. Комеди-стайл. Оригинальный способ привлечь аудиторию. Спасибо вам за привет, Евгений. Действительно телевизионщик. Мы коллеги. То есть Евгений действительно телевизионщик. Это вот из Кировоград. Комеди-стайл. И это коллеги. Алексей Тоборовец-Коллега. Привет тебе, Алексей. Вместе с приветом посмотрел весь ролик. Поэтому, естественно, мне понравилось. Я подписался. Спасибо за подписку. Александр Наумов. С праздником. Успехов. Спасибо, Александр Наумов. Вам тоже с праздником и успехов. Шведовский. С праздником 9 мая. Спасибо. В 2002 году я участвовал в местном параде победы в Красноярске. Маршировал в коробке. О, хорошо, наверное. Я вот в парадах не участвовал никогда. Когда я служил в армии, что-то как-то... Столько было у нас этих солдат, что на парад самых лучших выбирали, а я служил хоть и в гвардейской части, но у нас было ВВС, летное. Там строевая подготовка была не очень сильная. Айварас Шедишка. Шедишкис. Будет интересно смотреть про ТОС-БМ. Мое первое ружье было. Очень много воспоминаний, связанных с тем временем. Жду. Уже есть несколько роликов про это ружье на моем канале. В плейлистах про ружье можно посмотреть, про охоту. Там про ТОС-БМ я снимал. И так, и эдак, и как снаряжал, и все прочее. Как чистил даже, да. Иринка Монакова. С Великой Победой. Спасибо, Иринка. Вас тоже с Великой Победой. Лидкор. Четыре фашиста поставили дизлайки, диверсанты. Ну, может, просто люди ошиблись, так волновались, что мышка не туда. Раз нажали, обратно забыли исправить. Будем считать, что это тоже лайки. Зритель Мимо. Это такой ник. Приветствую, Абдулла. Давай, впишись в компанию кладоискателей. Я бы с радостью, но что-то как-то вот не знаю, как-то вписаться-то. Собираюсь взять металлоискатель и что-нибудь копнуть в СПБ. Это хорошее дело. Если собираетесь в СПБ, нужна инфа по теме. А тебе нужно расширить группу подписчиков. Не благодари. Ну, понятно. Да, раз не благодарить, ну, тогда зритель Мимо привет тебе. Нет, честно говоря, я не понял. Если бы это было предложение со мной пойти, поискать, я бы с радостью. Ну, тут он только еще собирается взять металлоискатель. Металлоискатель еще нет. Вот. Ну, есть у меня тут один на примете дом заброшенный. Может, там что-нибудь есть интересное? В какой-нибудь там печной трубе. А-а-а! Какой-нибудь клад там, я не знаю, старых оловянных солдатиков или еще что-нибудь. Free Hunter Alone. Игорь, с Днем Великой Победы. Тебя и твоих близких. Спасибо. Free Hunter Alone. Это хороший канал про охоту. Там есть обзор оружий, сейфов и всякого такого. Вот. Рекомендую. Канал Free Hunter Alone. То есть, это звали свободный одеваки охотный. Gold Channel. Вы будете устраивать сходку? Типа, подписчики с вами могут увидеться. Могу сказать одно место, где я, скорее всего, буду. Это будет город Москва. 5 июня. В 11.00. В ДНХ. Павильон номер 75. Будет проходить Video People. Закрытый сход ютуберов крутых. Ну, может быть, не совсем крутых. Там всяких разных. Закрытая будет вечеринка. Не вечеринка, а рабочая встреча. Семинар. Они будут учиться, как еще лучше делать ролики. Как там снимать лучше. Там будут иностранные блогеры крутые приедут. Будут учить, как лучше продвигать свои ролики. Я, скорее всего, туда поеду. И там можно увидеться до 11.00. Там 11.00 на начало. Значит, я буду стоять в очереди, наверное. Или рядом с этим павильоном. По бороде меня легко будет найти. Можно подойти. Поздороваться со мной. И сфотографироваться. Даже я могу дать автограф. Так как у меня на ВКонтакте есть группа «Миллион Абдула». И там есть логотипы. Бесплатно выложены. Вы можете их скачать. Заказать футболку. С моим логотипом. Или там значок. Тут. Где «Миллион Абдула». В разных вариантах. Или на кепку. Я могу там прям подписаться. Это уж, как говорится, как захотите. Так что, пожалуйста. А во сколько закончится эта встреча, я не знаю. Так что, пустить вас туда, скорее всего, не пустят. Там нужно именное разрешение. Пропуск. С кодом индивидуальным. Вот. Так что, вот так. Такая вот встреча. Закрытого типа. Ютуберы могут дать заявку. Пустят или нет. Не факт. Кого-то пустят, кого-то нет. Они рассматривают каждую заявку индивидуально. Вот мне дали. Разрешение. Слава Богу. Так что, может быть, приехать туда и поучиться. У самых крутых. Может туда опять придет. Макс. 100500. Этот. Как у вас. Здесь хорошо. И Кейт Клэп. И вот все. Может, Ларина там будет. Ларину надо мне спасибо сказать, что он мне показал мой ролик-то. И 100500 тоже. Макс. Он тоже мой ролик показал по телевидению. Так что, надо их поблагодарить. Вот Кейт Клэп меня пока не показала. Ну, мы с ней, может быть, что-нибудь с ним. В перерыве скажу. Кейт, давай, что-нибудь там, короткий скетч. А, привет, все подписчики. Вот как пойдет. Саня Громович, с праздником. Спасибо, Саня Громович. Денис, пусть чало. Естественно. Ну, вот что он естественно написал, я не знаю. Потому что, видимо, Google+, там тоже какие-то комментарии есть. И вот он, может, туда написал. Непонятно. А может, это просто написал, да не туда, куда-то нажал. Всяко бывает. Ну, раз естественно, значит естественно. Значит, что-то там написали такое. Например, скажем. Небо обычно в хорошую погоду голубое. Он говорит, естественно. Или там солнце светит обычно очень ярко летом и жарко. Тоже естественно. Или там обычно в мороз на воде лед. Естественно. Там еще с неба зимой, как правило, падает снег. Естественно. Все это естественно. Да. Когда человек голодный, он больше съест. Естественно. Если миллионам дула говорят приветы, то он помахает ручкой. Естественно. Деважный отец Дмитрий, с праздником. Спасибо, Деважный отец. Очень мне понравился твой ролик, где ты утку готовишь. Там у тебя вино, ты открыл, оно как пшикнет. Вот это было очень неожиданно, кстати говоря. Я не ожидал такого события. Прям все. Вся кухня забрызгана была. Ну и мат, конечно. Ну тут, в этих случаях мат, как говорится, вырывается сам по себе. Единственное, что запикивать. Но запикивать на некоторых каналах. Запикивать на некоторых нет. Я так вообще не буду. Стараюсь не ругаться совсем. Ну а дважды отец Дмитрий, у него более суровый канал. Кстати, очень хороший. Там много полезных вещей. Как приготовить что-то, как что-то там сделать. И все такое и прочее. Как чистить ружье. Винтовки там. И стрельба есть. Все что угодно. Матвей Овчинников. Абдулла. Вы второй раз пошли на охоту с Тулкой. И второй раз вернулись домой с дичью. Это что-то значит. Это действительно что-то значит. Это значит, что Тулка самое лучшее охотничье ружье. Охотничье ружье. Для пострелух, конечно, Тулка не годится. Говорю, лучше всего Сайга. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Круто. А вот для охоты, конечно, Тулка-то это вещь. Бьет как зверь вообще. Бах и наповал. Бах и наповал. Ну я стрелял из него очень мало. И собираюсь из него тоже очень мало стрелять. Только на охоте. По банкам, по бутылкам. Для этого у меня еще три ружья есть. А вот и Тулка только для охоты. То есть для такой сокровенной, когда он так вот пришел, и ты уже знаешь, что это ружье тебя выведет на дичь, что дичь сядет прямо на мушку, и ты, скорее всего, будешь с добычей. Потому что оно какое-то заколдованное от ружья. Ему много лет, и эти много лет с ним действительно охотились. Оно не стояло, не ржавело. Но именно было все время в деле. Скорее всего, это был очень заядлый охотник. Его владелец бывший. Очень заядлый. И естественно, очень такой... Ну вот эта энергетика прям в ружье впиталась полностью. Это чувствуется. Прямо вот берешь и сразу все. И уже понимаешь, что эта штука – это кладенец. Бах! Есть! Все. Вот так. Так. А, ну вот я еще тут написал, что есть ружья, которые живят. То есть выстрел там под ранок улетел, или выстрел... Ну, не подбилось дичь. А есть, которые мертвят. То есть там бух! И дичь не просто там, а-а-а-а, а сразу камнем бух! И нету ее. Все. Вот у меня две дичи, я из нее подбил, и они обе камнем рухнули. Обе. И одна, и вторая. То есть это ружье мертвит. Вот мертвит так, как никакое другое. Реально крутое ружье. Охотничье, настоящее. StingerTV100. С Днем Победы всех! Спасибо, StingerTV100. Это канал какой-то. Наверное, ТВ, значит, нам телевизионный. Саша Твелс. Привет, Абдула. Как я уже говорил, твой канал прекрасен и интересен. Мне интересен тебя смотреть и слушать. Спасибо, что ты есть. Приятно такое читать. Если не трудно, передай привет Назару Иванистскому из Бердичьего. Заранее спасибо. Назару Иванистскому из Бердичьего. Привет, так, миллион былы. И спасибо за похвалу, конечно же. Твой Иисус Христос. Это не такой. Миллион была. В какие конкретно игры вы играете? То есть проигрываем, а просто проигрываем. Ну какие, какие. Я играл много в 90-х годах. В 94-м у меня появился новый компьютер. Или в 95-м. По-моему, в 94-м в конце. Или в 95-м в начале. Да. Появился у меня первый компьютер. Слушайтесь цифры. Это был компьютер, у которого было 4 мегабайта оперативной памяти. Не гигабайта. Мегабайта. То есть сейчас в тысячу раз у вас больше оперативной памяти. Тем не менее, тот на 4 мегабайта еще что-то там играл как-то. В какие-то игры допотопные. У него был жесткий диск на 270 мегабайт. То есть меньше, чем сидюшка. Сидюшка была на 650 мегабайт. Вообще, это как-то даже и не верится, да? И тем не менее, этот компьютер стоил 1350 долларов США. Это в то время, когда у людей зарплаты были по 5-6 долларов в месяц. Вдумайтесь. Порядок, цифр какой. То есть народ в 94-м году просто сидел в полной заднице. В основном. Машины ездили по Питеру. В основном ржавые какие-то. Кореженные. Я не знаю. Иномарок вообще практически не было. Если было мало, и они были совсем не крутые. Ну там парочка мерседесов проедет. Все такие. Ну таких вот 600-х там. Ну или один там. Увидишь сразу в голову. Такая. Поехала крутая машина. Были, конечно, иномарки. Но в основном все подержанные. Все ржавые какие-то. Это сейчас все лоснится от этого блеска. Новую машину у всех практически. А тогда нет. Тогда. Ой, как жил народ. Не очень хорошо в эти 90-е годы. Совсем не хорошо. Это покупка компьютера. Все там просто. Ну. Ни у кого не было компьютеров. Только у меня был. Я купил. Ну, денег накопил у него. Долго я копил там. Ой, целая история. Вот. Ну, конечно, были кто и хорошо зарабатывал. Но просто было... Перевес был в сторону того, что основная масса людей жила нехорошо. То есть на старых запасах держались там. Потом потихонечку там... К 98-му году как-то начали голову поднимать. Там опять кризис прибил всех. И после этого все уже поумнели маленько. И уже после 2000-х начали потихоньку выбираться, 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 выбираться. И вот сейчас, в 2015-му году, в общем-то, я про Питер, конечно, говорю. Вообще, уже сейчас смотришь, совсем другая жизнь. Совсем другая жизнь. И магазины стали прекрасными, такими крутыми. Все эти там грязные ларьки все эти нахрен убрали. А раньше и ларьки эти были. Да и... В общем, много чего было. Вспомнить интересно. Обрезлые дома. Сейчас все зачинили. Асфальт везде закатали. Плитку положили. Уже на Невском там гранитом все выложили. Ну, то есть, город хорошает прямо на глазах. Вот. И в те времена, конечно, я играл в Дум-2. Вот я из-за этого игры купил Дум-2. Это была игра вообще такая, культовая. Все в нее рубились вообще. Такая игра была. Там все из квадратиков, правда, было. По нынешним временам это даже не графика, а так какая-то гифка дурацкая. Но тем не менее, с этого все начиналось. Но потом я играл во всякие логические игры. Они очень простенькие. Всякие стрелялки такие плоские, не трехмерные даже. Потом уже у меня компьютеры стали меняться постепенно на более лучшие. Я там начал играть уже в более продвинутые игры. Дюк-нюк-ем, еще что-то такое. Потом еще и шло-шло-шло. Квейк там появился, потом еще что-то появилось. А потом уже компьютеры стали лучше. Но у меня тогда как раз был самый плохой компьютер. То есть я отстал уже сильно. Линейдж-2 появился. Я в него долго играл. Сталкер мне тоже очень понравилось. Казаки. Очень шикарная игра, конечно. Потому что там есть и над чем подумать, и как выстроить стратегию, тактику. Много там интересного. И когда попадаешь в ситуацию, когда тебя со всех сторон давят, и надо выпутываться, тут ты начинаешь, так сказать, сображать и быстро. А потом начинаешь приемчики какие-то придумывать, ходы, хитрости. И постепенно уже, конечно, компьютер начинает тебе проигрывать всегда. На самых любых уровнях. И чувствуешь себя таким нормальным человеком, что компьютер обыграть-то ерунда. Сейчас не знаю. Сейчас, наверное, компьютер еще лучше стали играть. Я в современные игры сейчас не играю. У меня компьютер для этого слабоват. Вот так. Тут написал он вард. Мир один. В Казаков сам до сих пор играю. Игра того стоит. Ну да. Но сейчас я почти не играю. Пальцы уже побаливают. Поэтому, когда вы много слишком играете в игры, где надо много-много-много нажимать, то это очень вредит нервной системе. Через палец, потом по руке, и все это идет, и начинаются одни сплошные страдания. Поэтому надо избегать игр, где слишком много надо нажимать пальцем. Вот так часто. Это игра очень вредная. То есть лучше тогда изредка нажимаешь, тогда еще более-менее. Но и то тоже. Тогда уже для глаз умеренность должна быть. Хотя с компьютером очень трудно, очень трудно, вот если бесконтрольно играть, очень трудно остановиться. Поэтому надо что-то придумывать. Какие-то хитрости, чтобы обманывать это дело. То есть ты начал играть. Да? И должно быть какое-то событие, которое тебя обязательно остановит. Вот. В этой игре. Чтобы она не продолжалась до утра. Вот. Вот так. Так. АК Russian DQ Trends TV. С праздником 9 мая из Цинциннати, штат Огайо. Вечная память героям. О! Спасибо! Штат Огайо, Цинциннати. Это в Америке. Вот. Вечная память героям. Вот. Из Америки подписчик мне написал поздравление. Спасибо большое. Вас тоже с праздником. Это Russian. Ага. Так. Тут канал АК Russian DQ Trends TV пишет, что отметил меня в ролике, где готовится к лету. Вот. На русском языке. Видео называется «Колесо покатывается к летнему сезону. Работа на улице Порт-2». Почему колесо, я не знаю. Потому что там никакого колеса я не заметил. Заметил только большой дом. С большой лужайкой. С двух сторон. С передней и задней. Там задняя даже более там тенистая такая. В общем, хороший очень дом. Вот. Подготавливается к летнему сезону. Какие-то там кусты выравниваются. И так далее, и так далее, и так далее. Какие-то там строятся эти для барбекю, всякие беседки. В общем, живут ребята в Америке достаточно хорошо. Те, кто, конечно, имеет хорошую работу. В данном случае, по-моему, программистом работает, хозяин канала. Акарашин ДКС Трейнс Ти. Очень трудно произнести вот это ДСС Трейнс. Может, я неправильно там, не знаю. Ну, так что спасибо за упоминание, что меня упомянули в мой канал. Вот. И тут написано, что будете в нашей глубинке, приглашаю вас на охоту. Но если в Америку я приеду и буду в штате Огайо, в Цинциннате, вполне возможно. Но насчет поездки в Америку, я не знаю. Кто меня тогда пригласит в Америку? Как-то нам же виза там, это все такие трудности. Ой. Артем Криш, 10 часов назад. Ой, что это 10 часов назад? А, ну он просто написал в 26 выпуске, а сейчас 27. Я перенес его, скопировал, перенес сюда, чтобы передать привет. Привет, Абдула. Знаете, я первый раз пишу в эту рубрику, так как не очень давно подписан на ваш канал, и поэтому не очень представляю, как успешный ютубер может передавать привет своим подписчикам. Это еще раз доказывает, что вы очень открытый, дружелюбный человек. Ладно, на самом деле, хочу вам пожелать удачи видеосъемки и побольше подписчиков, конечно же. Хотел спросить, не хотите ли вы летом поснимать рыбалку? Хочу. И скорее всего, поснимаю, если поеду. Если сможете, передайте привет Артему Кришевскому и его другу Кириллу Муксунову, Заринянову, Муксунову, из Москвы. И пожелайте нам успехов в рыбалке в Якутии. Спасибо за ваши теплые, атмосферные, смешные, а главное, познавательные, получительные ролики. Спасибо. Итак, привет Артему Кришевскому и его другу Кириллу Муксунову. И удачи вам в рыбалке в Якутии. Поймать там что-нибудь такое побольше. Как там эти, тунцы или не тунцы, как же эти? Ой. Ленки и большие эти, огромные там. Ой, забыл, как и называться-то. Я их не ловил. С красным-то этим, хвостом. Огромные. Таймени, во. Тайменечки поймать там. Или какие там еще рыбы, не знаю. Там, наверное, должно быть много крупных рыб. Щуки-то точно есть огромные. Что кто там в Якутии-то, мало народа. А рыбы-то много. Все, это были приветы. Теперь еще раз напоминаю. Программа передач на следующей неделе. Понедельник. Бросок маятник. Там получилось ножи у меня так воткнуть, а между ними третий так вот болтался. То есть он между ними вошел и свободно болтался. Так что вы хорошо очень держали эти ножи и посмотрите, как это все получилось. Вторник дальномер. Лазерно, не лазерно, не знаю. Там, нажимаешь на кнопочку, так, наводишь на какой-то дом. Хоп, он показывает, сколько там метров. В охоте это очень существенно. Особенно, когда стреляешь из винтовки. Там настильность разная. У каждого патрона, у каждой винтовки. И если подрассчитать, то можно взять поправку. Учитывая вот это вот расстояние. На 200 метров одна поправка, на 300 другая, на 150 третья и так далее. В среду нож австрийский. Показывает Дмитрий Дрожжалкин. Ну и какие приемы там показывает с этим ножом. В четверг черная мачете. Показывает Александр Герцен. Огромная такая штука. Прорубаться в лесу. Посмотрите. В пятницу про смысл жизни. Мы с женушкой сидим в лесу, что-то там разговорились маленько. Ну и кусочки я снял. Начало беседы. И в субботу, скорее всего, будут приветы. Вот, собственно, все. С вами был канал Миллион Абдулла. Подписывайтесь, жмите лайки. Для моего подписчика, которому не нравится, как я быстро говорю Миллион Абдулла, и всякую, что я говорю медленно. Подписывайтесь на канал Миллион Абдулла. Всем пока-пока. Миллион Абдулла.